Всем привет! В этом видео я покажу, как пользоваться индикаторной отверткой. Как ни странно, но многие даже не знают, что это такое. Давайте я вкратце расскажу вам, что она из себя представляет и где ее используют. Индикаторную отвертку еще называют индикатором фазы. Многие называют ее просто индикатор. Это прибор, при помощи которого можно отличить фазный провод от нулевого, или заземления. Собственно, для этих целей она и предназначена. Говоря простым языком, индикатор используют для определения наличия тока в проводах. Но это далеко не все возможности данного девайса. Также при помощи индикатора можно прозванивать провода, чтобы оценить их целостность. Если в проводе есть обрыв, то при помощи индикатора можно определить конкретное место, где он оборван. Еще можно проверить на целостность предохранители, диоды и лампы накаливания, и даже обнаружить в стене скрытую проводку. Давайте обо всем по порядку. Перед тем, как приступить к работе, необходимо проверить индикатор на работоспособность. Для этого достаточно коснуться одновременно металлического контакта на рукоятке и жала. Световой индикатор должен загореться. Это значит, что устройство исправно. Если индикатор не загорается, соответственно нет. Как я уже говорил, с помощью индикатора можно провести множество различных измерений и испытаний. Первое, что мы сделаем, определим фазу в розетке. Собственно для чего индикатор фазы и предназначен. Чтобы найти фазу, прикасаться к верхней части отвертки не нужно. Просто прикасаемся щупом к контакту в розетке. В этом контакте светодиод не загорелся. В этом загорелся. Значит фаза здесь. Смотрите, так же если мы прикоснемся к этому контакту, светодиод не горит. Но если прикоснуться к верхней части индикатора, светодиод загорается. Это значит, что здесь ноль и провод не оборван. Второе измерение, которое мы сейчас проведем, это будет прозвонка. Проверим провода на целостность. У меня есть небольшая бухта кабеля. Этот кабель двухжильный. Одна из жил перебита. Сейчас мы определим какая. Для этого зажимаем верхний контакт на индикаторе. И нижним щупом касаемся синего провода. На втором конце мы просто рукой прикасаемся к синему проводу. Как видите, индикатор загорелся. Это значит, что синяя жила целая. Точно такие же действия проводим со второй. Как видите, здесь индикатор не загорелся. Значит этот провод в каком-то месте оборван. Сейчас мы это место определим. Но для начала давайте объясню, почему вообще загорается индикатор. Дело в том, что наше тело пропускает через себя микротоки. Ток проходит через жалоотвертки, поступает на резистор, далее на неоновую лампу, потом на сенсорную площадку с последующим его уходом через тело мастера, который является заземлением. То есть при работе с устройством человек выполняет функцию заземляющего элемента. Человек пальцем замыкает цепь, за счет чего происходит загорание лампочки. Итак, чтобы определить, где конкретно в проводе у нас обрыв, давайте узнаем, где у нас фаза в розетке. Мы уже знаем, как это делать. Фазу я отмечу маркером. Кстати, фаза всегда отмечается английской буквой L, а 0 буквой N. Чтобы было легче запомнить, L это линия или фаза. N это 0. Далее мы прозваниваем две жилы, чтобы определить, в каком проводе у нас обрыв. Мы это уже сделали. Теперь оборванный провод нам необходимо соединить с фазой. После этого берем индикаторную отвертку, касаемся верхней части индикатора и ведем вдоль провода, как вы можете видеть, индикатор светится. В месте обрыва провода светодиод перестанет гореть. И это значит, что в этом месте проводник оборван. Давайте я сейчас сниму изоляцию, чтобы вы в этом убедились. Как видите, все верно. Также индикатором можно проверить целостность предохранителей, диодов и ламп накаливания. Для этого берем лампочку, одной рукой касаемся одного контакта и индикаторной отверткой касаемся другого. И пальцем зажимаем верхний контакт на индикаторе. Как видите, светодиод светится. Это значит, лампа целая. Таким же способом проверяются предохранители и диоды. Есть еще одна полезная функция индикатора. С помощью этой отвертки можно найти скрытую проводку в стене. Для этого необходимо взять отвертку обратной стороной и вести по стене там, где мы предполагаем найти проводку. Хочу отметить, что провода мы сможем найти только в том случае, если они будут под напряжением и на глубине не более 2 см. Также помните, трение корпуса отвертки, а какую-либо поверхность приводит к возникновению статического напряжения, из-за чего возможны ложные срабатывания. В своей комнате такое измерение я провожу впервые. И я был уверен, что провода в моей стене идут вертикально. Но, к моему удивлению, они почему-то идут под углом 45 градусов и уходят куда-то в потолок. Квартира у меня хрущевка. Если кто-то знает, почему провода проходят именно так, напишите, пожалуйста, в комментариях. Как вы могли заметить, в каких-то случаях индикаторная отвертка по своим функциям может заменить даже мультиметр. Вообще, я считаю, что индикатор должен находиться в каждом доме. Так же, как молоток, плоскогубцы, рулетка, отвертка и изолента. Поэтому, когда в следующий раз будете проходить мимо магазина хостоваров, обязательно купите этот девайс. Кстати, стоит он копейки. Конкретно вот этот индикатор я купил за 40 рублей. Надеюсь, это видео было для вас полезным и вы узнали что-то новое. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать интересные познавательные ролики. Также, друзья, не забывайте писать комментарии и ставить лайки. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и до скорых встреч. Всем пока.